Дорогие девушки! Кстати, очень много людей пишут в комментариях, что заказывали и рады. Так что если также хотите заказать, оставляйте заявки на сайте. Ссылочка на сайт в описании под видео. Ну а если уже купили, то можете оставить свой отзыв в комментариях. Для моих подписчиков супер скидки до 86%. Быстрее заходите на сайт и выбирайте. Майя Донцова пошла по стопам Бузовой. Участница телепроекта выпустила дебютную песню под названием «Свой рай». По словам девушки, идея появилась спонтанно еще на Сейшелах. Донцова призналась, что посвятила свой гимн любви Алексею Купину. Конечно, Бузову мне не переплюнуть, но постараться это сделать всегда можно. Главное – желание, и тогда все будет получаться, рассказала Донцова. Многие зрители телепроекта успели заметить, что Роман Гриценко совершенно не скрывает своих корыстных планов на участие в реалити-шоу. Молодой человек открыто заявляет, что пойдет по головам, чтобы жить на Сейшелах в рамках телепроекта «Дом-2». Роме совершенно не важно, с кем строить отношения, ведь парень руководствуется только выгодой для себя, позабыв про общественное мнение. Судя по всему, организаторам телепроекта понравилось поведение Гриценко, поэтому парня все же отправили на острова. Более того, изменив симпатию, наш герой полностью разрушил дружбу с Никитой Шалюковым, который также мечтал попасть на острова к Мэре Кулешовой. Иосиф Агнесян и Александра Черно на пару сделали себе вот такие татуировки. Александра поделилась, да, мы сумасшедшие, но мы это сделали. Неимоверно тебя люблю, мой жирафик. Иосиф также написал, вы скажете, что мы сошли с ума? Да, возможно, но это того стоит. Люблю своего бегемотика, вы бы пошли на такой шаг. Напомню, что на днях Ксения Бородина очередной раз подколола свою коллегу Ольгу Бузову, отметив отсутствие у нее бюста. На поляне шла речь о пластических операциях и о том, нужно ли увеличивать женскую грудь одной из участниц. Выпад Ксении Бородиной в сторону Бузовой оказался неожиданным для многих. Сам объект насмешек отсутствовал. Бузова была на выступлении в Казани, но отыгралась через несколько дней. В комментарии к фото в оранжевом костюме, состоящем из шортов и футболки от Кали Бренд, Ольга написала, что шоурумов много, а Кали Бренд особенно запал в душу. Как известно, месяц назад Ксения Бородина, как дизайнер одежды, открыла свой личный шоурум и продает вещи марки «Бэнк Бэнк Бородина». И за все время работы Бородиной в этом направлении хейтеры не раз уличали ведущую в плагиате. Теперь к антифанатам добавилась и Бузова. Вчера от имени бывшей участницы Элла Трегубенко появился странный пост, который заставил фанатов переживать за ее брак. Поклонники реалити-шоу «Дом-2» предположили, что Игорь предал свою супругу, изменив ей с другой девушкой. В данный момент Элла никак не комментирует сложившуюся ситуацию, дав подписчикам повод для обсуждений. На своей страничке Элла написала «Предательство – привилегия близких». Прям в точку. Вполне вероятно, что на самом деле никакого предательства не было вообще. Семья Трегубенко решила привлечь к себе внимание, намекнув на расставание. Однако на самом деле у них все в полном порядке. Отмечу, что Виктория Романец и Антон Гусев успешно пользуются этой схемой уже не первый год. Ведь даже после ухода с «Дом-2» имеют огромную популярность в социальных сетях. На днях в социальной сети появились слухи о том, что Андрей Черкасов покидает Сейшельские острова. Молодой человек не так давно прилетел на Остров любви и успел зарекомендовать себя с хорошей стороны в качестве самостоятельного ведущего. В сети писали, что Андрея решили заменить Ольгой Бузовой, а парня снова вернуть в Москву, чтобы он занимался клубом веселых дураков. Только сегодня Черкасов опроверг сплетни о своем отъезде с Острова любви. Молодой человек не понимает, откуда всплыли эти слухи, ведь никаких предпосылок просто не было. Андрею по-прежнему остается жить и работать на островах, пока организаторы действительно не отдадут приказ о возвращении. Спустя несколько дней после операции Мария Кахно снова вернулась на телепроект. Однако до недавнего времени носила на лице повязку. Только сегодня в социальной сети стали появляться новые фотографии Маши с новым носом, который она мечтала сделать уже не первый год. Поклонники реалити-шоу отметили, что халявная операция, которую Кахно оплатил проект, оказалась лишней. Новый нос Марии выглядит просто отвратительно и вряд ли понравится кому-то из парней. Вместо того, чтобы вернуть свою природную красоту, наша героиня еще больше изуродовала свою внешность. 25 июля 2017 года телезрители больше не смогли молчать о шокирующем поведении Влада Кадони, который стал вести себя даже хуже Ольги Бузовой. Долгое время Бузову считали, пожалуй, самой некомпетентной ведущей «Дома-2». Правда, сейчас гораздо большую агрессию и недовольство вызывает совсем не Ольга, а недавний любимец телезрителей Кадони. По крайней мере, очередную попытку Влада унизить и втоптать в грязь новеньких парней, оставить без внимания поклонники шоу уже не смогли. Более того, некоторые даже высказались о том, что Кадони самого долго унижали, и только лишь поэтому он теперь отрывается на других. На сегодня это все новости «Дома-2». Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.